Здравствуйте! Очень много людей сдало у меня последнюю домашнюю, поэтому сегодня будет тема просто про наследование, но на этой лекции мы будем заниматься, так сказать, семинаром, и раз и будем вместе писать код. Соответственно, вот вы могли уже пронаблюдать код, который есть на экране, и, собственно, вопрос к вам. Давайте найдем все то, что с ним не так. Давайте, вы будете говорить, я тебя буду записывать. Где публичные поля? Что-нибудь еще? Ну, поставим вопросик. Еще что-нибудь? Нет, может нельзя сделать. Потому что делать класс правил невозможно нельзя, потому что мы передаем в публичный метод addItem и передаем item. Возможно, вообще не очень логично делать класс item вложенном, учитывая, что мы можем выдать смеху какого-то извне. Значит, класс item вообще не буквально. Ну, как-то так. Вот, окей, пусть так будет. Ну, по поводу покрасивше, если сделаю покрасивше, то все не влезет, поэтому я специально это врезаю. Вот, что-нибудь еще? Ну, buy item можно вложенность и попу уменьшить. Если мы, например, сначала меньше 0 сделаем, и сразу вызываем hold. Потом у нас все будет. Может легче считать просто будет? Ну, вот этот вопрос, это скорее вопрос стиля. Ну, это не так принципиально. Можно сделать и так. Ну, еще что-нибудь. Ну, ладно, пока вы думаете, смотрите, здесь есть еще сейчас указана вот такая штука, как хешмап. Мы ее, в принципе, не проходили, но, возможно, вы знаете, да, что это такое? Что это такое отображение из ключа в какой-то value, из key value. И здесь, соответственно, ключом является вот этот экземпляр класса item. А value это, судя по коду, является количество айтемов, которые в этом отображении лежат. То есть формально что происходит в коде, да? Есть магазин. В магазин можно добавлять некоторые товары, да, айтемы. И, соответственно, здесь вот функция compute, она что делает? Она берет значение по какому-то ключу, и дальше ей надо передать лямбда выражение, ну, либо функцию с двумя параметрами и результирующим значением, которое будет пересчитывать старое значение. Ну, то есть мы достаем по ключу какое-то value и даем функцию, что нам сделать со старым значением. То есть нам на вход дадут ключ, ну, собственно, здесь в key подставится item, а в loadCount подставится то значение, которое по этому ключу лежало раньше. Соответственно, если ни разу айтемы в мапу не добавлялись, то старый ключ, ну, старая value будет null. Поэтому, если там было null, то мы переопределяем на единичку. То есть хотим положить первый раз, смотрим, ага, там ничего у нас в мапе не было, положим 1. Если там что-то было, то увеличим счетчик. Ну, соответственно, каждое исполнение compute будет увеличивать value на единичку. Я бы сказал, что не очень хорошо наследоваться от стандартных коллекций, тем более, что мало ли, что здесь еще добавится, скажем так. Ну, сейчас это вопрос не про… Ну, можно было бы предположить, что так можно сделать, но это сейчас не об этом речь. В общем, что еще здесь есть? Есть метод buy item. Соответственно, что происходит? Есть какой-то магазин, в него добавляют товары. Есть другой метод, в котором эти товары покупают. Соответственно, смотрится, если количество товаров меньше либо равно нуля, то купить ничего нельзя. Ну, если там где-то дефолт что делает? Если у нас было какое-то value по ключу, то мы получим то value, которое было. Если у нас никакого value не было, то мы вернем какое-то дефолтное значение. Ну, в обратной ситуации было бы, если написать вот так вот. items get, то если айтема не было, то здесь вернется null. Ну, окей, да? Get to default проверяет, сколько айтемов имеется. Если их нет, то возвращает false. Иначе переопределяет value в обратную сторону. Ну, и утверждается, что если эта программа работает в однопоточном режиме, ну, то есть это как бы не вопрос для спора, да? Просто, что если здесь один поток, то так как есть вот эта вот проверка на меньшее равно нуля, то вот этого illegal argument exception никогда не произойдет. Но поскольку идея может подсветить вам то, что outcount может быть null, поэтому вот здесь стоит такая штука. Ну и, соответственно, уменьшает каунтер назад. Ну, а дальше, если что-то в магазине было, то, соответственно, в магазине в кассе увеличивается сумма денег на стоимость товара. Вот, давайте еще раз подумаем, есть ли тут какие-то проблемы. Ну, вот, кроме вот этих вышеперечисленных. К ним еще вернемся. Нормально, что добавление вещей до палуб нет? Не хорошо, что кто-то кого угодно может положить вещь в муле? Да, я согласен, что это может быть проблемой. Что-нибудь еще? Ну, здесь такой момент. Сколь, ну, как бы создали новый магазин, у нас обновили товары. Тут скорее вопрос, ну, это как написать. В зависимости, это вопрос бизнес-логики уже. Как это делать? Ну, да, так он всегда добавляет. Ну, вот эта штука делает что? Она говорит, это код переопределения старого значения. То есть вот нам, мы хотим что-то посмотреть, мы смотрим, что лежит по вот этому ключу. Нам подставляется в ответ, собственно, этот ключ, который, по которому мы вызываем метод compute, и то value, которое там было. Дальше функция все, что делает, это переопределяет старое значение. Ну, то есть если айтемов не было, положим единичку. Если айтемы были, то увеличим значение на один. То есть это ретурн не из-за add item, а это ретурн нового value по этому ключу. Ну, то есть мы просто в мапе переопределяем так value по key. Ну, то есть можно было это написать по-другому. Например, integer count равно. Ну, там get to default, например. Item 0. И потом сделать item sput item count плюс 1. Ну, вот эти два кода сейчас эквивалентные формально. Ну, либо можно было сделать еще вот так вот. Get написать. Потом посмотреть. If count равно. Чтобы совсем уж было эквивалентно, то тогда вот так вот. Ну, вот два кода, в принципе, одинаковых. Ну, вообще некоторые люди должны знать, в чем проблема. Потому что, когда они сдавали домашнюю, они очень акцентировали на это внимание. Ну, давайте разберем. Значит, если все так классно, давайте откроем тесты. Мы же пишем тесты для домашних. И что-нибудь протестируем, да. Смотрите, вот мы берем тест. В тесте создаем магазин. Перед каждым тестом мы его инициализируем заново. Ну, один тест, как бы все окей. Про хэши? Да, это про хэши. Соответственно, мы создаем в тесте... Ну, то есть создали каждый раз новый магазин, то есть... Нет, не в этом. Там в хэш-мапе value now, потому что ключа не было. Там из-за этого. Собственно, смотрите, что мы делаем. Мы в тесте создаем новый айтем, выставляем ему поля. Кстати, вот еще момент, да. Кажется, что неудобно так вот брать и поля светить. Мне кажется. Создавать новый объект. Потом каждое поле отдельно прописывать. Можно еще что-то забыть. То есть, казалось бы, если вернуться, то тут еще нужен... Да, здесь еще нужен по-хорошему... К инструктору. Ну окей, давайте посмотрим. Теперь, смотрите, мы добавляем айтем в магазин. Проверяем, что там у нас есть публичный доступ к айтемс. Мы их закидываем... Ну, соответственно, положили в айтемс. Проверяем, что там размер единичка. Проверяем, что этот ключ действительно содержится. Дальше делаем, что приходит какой-то покупатель. Говорит, у меня вот точно такой же объект. Давай, я его сейчас куплю. Соответственно, by item возвращает true либо false, если false, если не было таких айтемов, true, если были. Ну, ссылка другая. Так еще, а поля-то одинаковые. Ну, давайте, а при чем тут equals? Ну, казалось бы, я вот, у меня есть айтем, я выходу. У нас плюс поверить в то, что поля-то одинаковые. А мы проверяем false. У нас, по идее, два разных объекта, два разных хэша. Ну, смотрите, вы вот сейчас говорите правильные вещи, но вы говорите непоследовательно. Давайте последовательно, да? У нас вроде бы два одинаковых объекта. Да, два одинаковых объекта. Но на самом деле они разные. Потом ссылки разные. Окей, ссылки разные, потому что здесь написали new, тут написали new, ссылки отличаются на них. Окей. Поля одинаковые, ссылки отличаются. Дальше мы хотим положить один объект в мапу, второе хотим достать. Ссылки отличаются, поля одинаковые. Что дальше происходит? ну давайте возьмем тот код который был проще ну вот здесь например add item попытались достать потом положили но есть какая-то информация которая говорит нам о том что ну скрытая в коде да в этом да здесь на не написана эта информация но если запустить этот тест то по факту тут действительно ничего не произойдет так сейчас то есть действительно ничего не произойдет и вот напишут что 32 строчки ожидали true получили false то есть мы не смогли купить товар с такими же полями но как уже было сказано с разными ссылками но казалось бы кого-то тут нет совсем что могло нам помешать это совершить ну просто я вот здесь в классе этом не вижу никаких них и шкодов никаких и колоссов здесь вообще ничего нет откуда джава берет дефолтный а как связан класс сайтом и класс object отлично смотрите мы узнали одну часть неявной информации что хотя у нас есть класса этом здесь нигде не написано слово extends да но все равно вот тут вот говорят что есть какие-то методы какие-то и колосы хэш-код которые почему-то мешают нам купить тот же самый айтам ну давай сейчас частично вперед до что то что говорилось про и колос хэш-код это потому что есть мапа это отображение соответственно реализации мапа это хэш-мапа хэш-мапа работает так что считается некий хэш-код объекта то есть вот у объекта много-много разных полей мы хотим получить какое-то маленькое значение которое влезет в int даже меньше нам нужно то есть мы хотим много-много объектов замапить в небольшой массив то есть что внутри что находится внутри коллекции хэш-мап да там находится массив элементов массив ограниченный вы не можете бесконечное число объектов положить в массив потому что у вас кончится память ну то есть если вы посчитаете какой-то если вы попробуете какой-то объект посчитать хэш-код и будете по его айдишке класть объекты то возможно у кого-то элемента будет там два миллиарда с чем-то да этот хэш-код ну или там интеджер максим да и вы не сможете просто создать массив такого размера то есть хочется в ограниченный массив положить как ну элементы с разными значениями это делается с помощью метода хэш-код ну например как-нибудь как-нибудь вот идея умеет сама это все делать ну вот например так смотрите у нас есть три разных поля у объекта но мы берем но мы берем и сужаем объект маленький инт причем вот здесь вот считается хэш-код от числа хэш-код от имени этого айтема и у там умножается еще на цену ну в общем идея в том что у вас может быть тут большая-большая строчка или что-то еще большой-большой объект но его всего можно замапить в какой-то инт при этом объектов много и хэш-коды могут совпадать то есть может быть так что два разных объекта по своим полям будут владеть одинаковым хэш-кодом просто потому что число инт но оно как бы ограничено да оно не бесконечное соответственно внутри хэш-код находится некий массив с объектами где в каждом из объектов есть другой ну не массив а такие бакеты они называются связанные списки знаете про связанные списки ну в общем в каждой ячейке хэш-мапы находится связанный список который соответственно идет получается ну вниз да то есть вот тут вот например ничего нет а вот сюда положили вот положили три объекта у них хэш-код совпал поэтому вот в этой ячейке вырастет связанный список из трех элементов ну еще забегая вперед в 8 джаве сделали дополнение что если там элементов больше где-то 7 то связанный список превращается в дерево да но это другая история это будет потом но в общем история такая да что мы когда кладем что-то когда мы достаем что-то из хэш-мапа либо мы что-то кладем в хэш-мапу мы считаем некий хэш который определяет ячейку в массиве если элементов становится слишком много там например больше 75 процентов то массив в два раза расширяется и все объекты перекладываются ну потому что считается хэш-код потом он срезается по размеру если мы расширились мы пересчитаем заново какие объекты куда попадут а дальше так как начинает нарастать связанный список нам нужно еще понять равные ли объекты да то есть если разные объекты могут попасть в одну и ту же ячейку из-за ограниченности массива то нам нужен второй метод который equals ну в общем вы видели да его ну ладно сейчас сам пшу паблик соответственно есть какой-то другой метод equals который говорит а являются ли эти объекты равными по как бы своей сути ну по-хорошему да это так это делается ну пишется обычно так чуть-чуть про наследование да там и фазы инстанцов айтем так нельзя фазы инстанцов то как бы окей то есть нам пришел какой-то непонятный объект причем все объекты наследники объекта мы должны проверить что это является действительно тем типом который нам нужен если тип совпал да он сравнивает классы то мы скажем что есть какой-то айтем который сейчас ты кастуем ну то есть мы проверили что мы можем сделать вот такое преобразование что какой-то непонятный объект преобразуем к типу нашего класса после этого мы можем видеть все вот эти поля и мы можем сравнивать если бы инстанцов вернул false то при попытке привести тип один к другому то вылетело бы исключение class cast exception ну и дальше пишется примерно следующее что if id равно item id ну и плюс еще есть проверки на null ну примерно что-то такое да и тут еще надо проверить что там name не равен null и что item name не равен null и что соответственно вот это нужно для того чтобы после того как мы пойдем в какую-то ячейку понять не является ли там дубликаты нет ли там дубликатов и возможно там уже ключ какой-то содержится то есть вот почему мы вот здесь да можем понять сколько какое количество уже было ну просто потому что мы сначала попадем в какую-то ячейку равные объекты попадут в равную ячейку в одну и ту же дальше в какой-то момент если там уже этот объект действительно есть то мы пойдем вниз по списку и с помощью equals ну там две на самом деле проверки там джава пойдет вниз по списку и будет смотреть если хэш-код равен ну потому что хэш-код он еще получается срезался из-за размера да если хэш-код равен то тогда он проверит на equals если не равен то на equals нет смысла проверять соответственно если хэш-код равен то мы проверим на equals если объекты совпали ну значит у нас уже такой есть возьмем value по нему таким образом получается что есть какие-то внутренние коллекции джаве да ну вот например хэш-мап для которых нужны какие-то методы про которые никто нигде не говорит ну имеется ввиду что вот вы здесь вот написали а этому вас там программа скомпилировалась да все было классно а проблема возникла тогда когда решили проверить чем эта вся история о том что есть вот такой вот класс object вы его возможно видели и вот джава доки сказано что класс object это корень иерархии классов у каждого класса ну кстати родительский класс называется супер классами дочерний называется под классами соответственно все 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 объекты наследуют этот object а наследование говорит о том что что она говорит да что публичные методы и поля и protected и дефолт если мы в одном пэкадже мы можем получить соответственно у обжекта есть какие-то методы там get класс например ну get класс возвращает не сам ну get класс возвращать не экземпляр класса get класс возвращает как бы мета информацию о классике да что тут еще есть есть соответственно метод хэш-код который вот используется в хэш-мапе и в хэш-сете в коллекциях есть метод и close и вот здесь даже говорят да в джава доки вот посмотрите в хэш-мапу дальше тут есть ну то есть все эти методы появляются у любого класса который вы создадите автоматически поскольку object наследник любого класса есть метод клоун который говорит что ну он должен работать так что вот у вас есть какой-то объект давайте вызовем этот клон и мы получим точно такой же объект по ну все должно быть скопированным ссылка должна отличаться на практике он обычно не используется и при этом здесь написано что чтобы вызвать этот метод вам нужно еще дополнительно переопределить интерфейс клону был то есть вот здесь еще дак это строить информацию которые они сказаны да как бы есть метод клон но если вы его вызовете у вас вылетит исключение клон not support exception потому что надо было взять и сказать что вы имплемент склона был подводный камень до такой есть ну обычно на практике метод клон очень редко используется если бы хотелось да то надо было написать клона был и дальше соответственно написать и вероятт паблик о спасибо соответственно клон и вот здесь написать ту реализацию которая должна была бы склонировать этот объект есть тут еще метод to string чем он говорит да что если вы его при определите то вы можете задать самостоятельно как именно показывать поля вашего класса то есть если вот взять например сейчас открыть тест и попробовать посмотреть вывести на консоли new store item ну давайте возьмем вот этот store item сделаем ту стринг ну формально здесь не обязательно вызывать стринг он вызовется сам но для полноты картины ну если вы вызовете то вот здесь видно да что ага тут написались не поля класса а здесь написался здесь написали что это родительский класс да доллар что это дочерний класс название родительского доллара дочернего дальше написано собака и дальше написан что это написано написан некий хэш-код объекта то есть это неправильно было бы называть это ссылкой это именно некий хэш-код до который как-то считается по умолчанию но хэш-код можно переопределить и как бы окей ну то есть нет никаких гарантий да что хэш-код ну то есть смотрите кто считает что это вот ссылка да хэш-код по умолчанию у объекта но есть мнение в народе то что хэш-код формально определяет ссылку объекты ну в общем вопрос просто история о том что там java умеет по-разному считать хэш-код и хэш-код не является прям уж так ссылкой ну просто потому что объекты перемещаются с помощью горбач коллектора горбач коллектор ходит по памяти перетаскивают объект из одного места в другое но если ваш объект не менялся то у вас хэш-код должен не меняться да и как бы какой у вас был хэш-код изначально если объект был таким же каким он был он должен сохраниться ну в общем это некое число которое считается с помощью java ну не с помощью java да какой-то своей дефолтной реализации вот здесь public native и формально с помощью ключей для java машину можно этот хэш-код ну можно по-разному считать хэш-код по умолчанию вот здесь еще есть методы notify notify all wait и wait с тайм-аутом wait с двумя тайм-аутами но это все будет в лекции про ну и finalize это про garbage collector что вроде как надо иногда чистить поля за собой ну почти уже deprecated в общем история про wait notify будет потом ну вот соответственно есть такой класс да object у которого есть поля которые есть у каждого класса то есть даже если вы вот здесь вот нигде не переопределите николус них и шкод ничего из этого да то все равно вы сможете взять и и вызвать как бы и каус и хэш-код вы сможете вызвать эту стринга все эти методы вот то есть есть один главный класс который является корневым для всех остальных то есть чтобы починить эту штуку надо взять и написать какой-нибудь хэш-код ну собственно вот так примерно пишется equals да наиболее корректный ну то есть сначала проверяется ссылочка на объект ну идея за вас сама умеет все это генерировать в принципе вам скорее всего это нужно думать об этом когда вы делаете что-то либо нетривиальное хотите проверять не на все поля но там идея тоже позволяет вам выставить что надо что не надо и тут еще можно обломаться в тот момент когда вы написали и клаус да написали хэш-код у вас все поля здесь учитываются а потом вы пришли решили добавить новое поле новое поле добавили а про иклус и хэш-код забыли ну тут можно как бы выстрелить себе в ногу говорится ну вот соответственно дальше проверяется что ссылки отличаются потом смотрится если это нау то давайте вернем фолус собственно есть правило да что иклус экземпляра с налом всегда должен возвращать фолус так живет то же самое что проверялась через instance of ну то есть соответствует ли класса друг другу можно их при кастовать друг другу если здесь вернулась фолус там и здесь вернем фолуса если вернулась тру что можно прикасовать то соответственно класса кастуются ну и дальше проверяется поля до айди не равно иди значит фолус прайс не равно прайс значит фолус и заметим что здесь IntelliShidea подумала за вас, и она еще сделала оптимизацию, например, тут. Что сравнить два Инта намного быстрее, чем сравнить две строчки. Потому что сравнить строчки — это надо пройтись по всем символам. Если у строчек разная длина, то вам повезло. Если у строчек одинаковая длина, то вы пойдете по двум строкам до первого несовпадающего символа. Объективно быстрее сравнить два Интеджера. Дальше смотрится. Если Name не равен Now, тогда давайте сравним. При этом если Item Name будет Now, то вернется False. Если False не вернулся, давайте проверим еще его на Now. Ну и вернем, если у нас все совпало. Соответственно, если вот сейчас это все оставить, здесь больше ничего особо не трогалось, да, и запустить этот тест еще раз, то теперь он выполнится… Так, что с ним было не так… Ну, все поля учитываются. Name учитывается, Price учитывается. Сейчас, возможно, проблема… А, ну понятно, почему, потому что вот так вот. Ну, давайте для чистоты эксперимента. Тир-тест прошел, поскольку тут была опечатка. Можно попробовать удалить это все назад и убедиться, что он все-таки не пройдет. Ну вот, вернулось все на место и тест не прошел на этот раз. Вот, значит, это первая история, что есть некие объекты, например, вот хэш-мапы или хэш-сет, которые… Которым для внутренней, для своей работы нужны методы… Которые используют для своей работы методы equals и хэш-код, которые определены в классе Object, который неявно является родительским классом для всех остальных классов. Если вы хотите использовать данную коллекцию, да, то вам как бы… Вам нужно эти методы переопределить. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы, да, ваши классы сравнивались по полям, которые вы внесли в него, то вам нужно переопределить хэш-код и equals. Если вам достаточно сравнения по… Ну, если для вас нормально, что new object и другой new object, но поля одинаковые, но они разные, то как бы окей. Но для корректной работы считается, что корректно, когда поля совпадают, поэтому так вот. Но это не все. Хэш-код и equals, они еще между собой связаны. То есть, есть, например, правило, да, что там если… что x должен быть самому себе эквивалентен, да, рефлексивность есть. Есть симметричность, что если x эквивалентен y, то значит y эквивалентен x. Есть транзитивность, что если x эквивалентен y, y. То есть, не сказать, что это… То есть, это прям явно написано в java.docе о том, что так оно должно работать. И если вы сделали это не так, то вы, по сути, неправильно написали код. То есть, если вы не выполнили эти правила, то виноваты вы. И не надо писать как бы баг-репорт вендорам джавы. Есть транзитивность, есть еще устойчивость, что если объект не менялся, то… Или это не про object. Ну, в общем, если открыть object, здесь найти метод, соответственно, equals, да, то тут вот в java.docе у них все написано, что x эквивалентен x – это рефлексивная, что она симметричная, что она транзитивная, что она консистентная – это про now было, да, что если экземпляр сравнивается с now, нужно всегда возвращать false. Ну вот, собственно, for a non-now reference value x equals now should return false. Ну и еще говорится о том, что если x и y не меняются, то equals тоже должен всегда возвращать одно и то же значение. С течением времени значение equals меняться не должно. Ну, если поменяли объект, понятно, что должно поменяться и значение equals. Но если объекты не менялись, то все должно оставаться таким, как было. При этом есть аналогичная история с хэшкодом о том, что он связан, собственно, с equals. И это тоже вот написано – general contract of hashCode. Ну и там, собственно, говорится о том, что если два объекта эквивалентны друг другу с помощью метода equals, то хэшкод у вас тоже как бы должен давать одни и те же числа. Обратное при этом неверно. Если у вас вдруг совпали хэшкоды, то equals не обязательно должен совпадать. Ну просто потому, что объектов может быть много, а integer он ограниченный. Но если equals true, значит хэшкод тоже должен быть одинаковым. То есть надо не забывать о том, что эти два метода между собой еще и связаны. Вот, это была первая история про object. Теперь то, что вы предлагали. Ну вот здесь спорный момент. Если сделать item приватным, ну, собственно, это уже про объектное ориентирование программирования и про инкапсуляцию. То есть желательно делать так, чтобы все ваши объекты были как бы в некой капсуле, и они были спрятаны внутрь вашего объекта, чтобы никто из вне не смог напрямую достучаться до полей. Потому что если вот сейчас, например, items, он публичный, то, в принципе, кто угодно, да, может взять из казачества, там, store, items равно, допустим, null, да, и сломать ваш items. А хочется, чтобы ваши, ну, чтобы объекты были устойчивые, они не ломались. Поэтому существует практика, что, ну, ну, то есть смотрите, если вы вдруг решили поменять, если у вас есть в распоряжении весь ваш код, то вам как бы это все без разницы. Потому что вы, если сможете, вы все что угодно сможете поменять. Ну, если, например, вы пишете какую-то стороннюю либу для других людей, то вот там вот надо как бы особо внимательно к этому относиться. Ну, просто потому что, если вы что-то разрешили делать, значит, это, наверное, можно. Если из-за того, что вот здесь items был публичным, и кто-то его смог сделать null, а после этого сломался ваш, как бы, класс магазина, то, казалось бы, это не очень хорошо. Хочется защититься от того, чтобы все действия с объектами были санкционированными вами, да, вашим кодом. Соответственно, для этого есть вот эти модификаторы доступа, да, например, private. Если поставить здесь private, то из теста уже будет не достучаться до этого поля. Но, например, вам все еще хочется узнать size, то есть вы уже защитились от того, что никто не сможет написать вот так вот. Ну, вам может понадобиться, например, method size. Поэтому делается обычно так, да, что методы делаются приватными, ну, поля, а информацию, которую можно знать другим, эта информация делается публичной. Ну, то есть можно сделать метод такой getSize, даже назвать его получше, который бы брал и возвращал размер, но при этом не давал бы никак изменять снаружи этот объект, да, этот items. Слот его один раз создали в конструкторе и окей, пусть он там живет, ну, то есть создался и все. А то, что можно, вот мы возвращаем с помощью методов. Ну, и считается, да, что методы, то есть есть такое понятие getResetter, да, для получения доступа к объекту. То есть если ваш объект это просто какая-то структура данных, которая хранит просто поля, ну, там, класс, data, да, и вот вам не важно, какие поля заполнены, какие не заполнены, то, в принципе, можно к ним обращаться и напрямую. Ну, то есть это просто хранились в каких-то данных. Этот класс ничего из себя не представляет, кроме как какого-то сториджа. Но, в принципе, обычно все равно вот есть там getResetter и берутся, создаются такие методы, там, getX, setX, getY, setY. А все поля, соответственно, делаются приватными. Ну, так как классы внутренние, то вы из родительского класса сможете получить доступ приватным полям. То есть если здесь вот я напишу private, то к item ID я все равно смогу получить отсюда доступ. Потому что этот класс, ну, является вложенным и приватность на него не распространяется. Но какой-то класс снаружи не сможет достучаться уже до ID. Вот, ну, если же ваш класс не просто сборник данных, да, а что-то более серьезное, конкретное. Ну, например, вот это, да, типа вот магазин, да. Давайте сделаем ему метод типа id item. То есть мы говорим, что вот к item это, в общем-то, приватная штука. Но вот мы сделаем метод, который бы позволял бы к этому item, ну, как-то, то есть есть items и есть метод id item, который как-то влияет на этот items, но при этом это согласовано вами. То есть это валидная операция. Никто не пытается сделать с items что-то, кроме того, что вы сами не позволили. Ну и, соответственно, buy item, да, то есть здесь вот все обращения к items, они написаны вами же. И никто не может вам, как бы, помешать, да, как-то. Ну, вот тот же кэш, да. Вот, казалось бы, есть класс магазина, у него покупают товары, в товаре есть какие-то деньги, но при этом кто-то может взять и... Ну, вот, кстати, да, ID стал приватным, вот уже к нему доступа нет. Но при этом можно взять и сказать там store, там кэш равно null, ну, не null, а 0, да. То есть, казалось бы, это не очень хорошая операция. Возможно, ваш класс, у вашего класса была какая-то внутренняя логика, на этом все завязано. Поэтому надо все поля, которые не должны торчать наружу, явно скрывать через модификаторы доступа. То есть, да, вот, казалось бы, сейчас... Ну, item size, наверное, не очень нужен. Ну, вот, казалось бы, уже стало лучше, да. Теперь по поводу item. Здесь было неудобно брать и писать вот такие штуки. Тем более, что, казалось бы, ID — это должен быть приватным полем. Если мы его сделали приватным, но объект создать хочется, то для этого, соответственно, есть те же самые конструкторы. Идея, в принципе, умеет сама их генерировать. И если вы сделаете поля приватными, а конструктор вот у вас будет там публичный какой-то, да, то вы теперь сможете снаружи взять и указать сюда эти аргументы. При этом запретив обращаться к полям напрямую. Ну, про то, что конструкторы бывают разными. По умолчанию и по умолчанию было на прошлой паре. Но зато теперь вот нельзя взять и напрямую узнать, есть ли там какой-то товар или нет, да. Но, возможно, оно как бы было и не нужно. Ну, то есть это все зависит от того, что вы вообще хотите получить. Просто считается, что каждый класс должен быть таким объектом в себе и предоставлять наружу только то, что действительно нужно другим классам. Так, ну, по поводу паблик делать айтем или не паблик, это ладно. Ну, то есть если сделать здесь private, просто не получится его уже ниоткуда создать. К нему доступа не будет. Ну, вот такая как бы практика могла бы быть. Почему бы и нет. Теперь, смотрите, есть вот такой вот, да, кейс. Кто-то сказал, что айтем не должен быть публичным. Но если сделать метод приватным, да, то тогда получается магазин всегда будет пустой. Есть какие-то предложения, как сделать метод не то чтобы публичным, но все равно запретить доступ к... Ну, то есть нельзя вызвать ADDI там, потому что он правил. Вот. То есть как сделать так, чтобы и запретить доступ к ADDI там, но все равно уметь добавлять сюда товары. Создать метод, который будет принимать параметры и с этим паратором он уже будет создавать новый айтем и его уже добавлять. То есть ADDIтем будет приватным? Ну, я бы сказал, что это то же самое. Так, а в чем проблема-то? Ну, item, item. Ну, вот сейчас, казалось бы, item, вот он уже приватный, да, как бы никаким полям извне доступ не получить. Его изменить никак не получится. Можно только повызывать там хэш-код, toString, ну, допустим, что это... Ну, это может быть неважно. Ну, просто что, если это так сделать, да, написать этот метод, а потом вызвать ADDI там... то, казалось бы, проблема все еще остается. Что так или иначе любой сторонний код может взять и добавить сюда новый товар. Ну, package private, package это тоже есть какие-то другие классы? Ну, хочется подумать, ну, то есть в каком-то смысле, как ты говоришь, создавать прямо уж аккаунты и доступы, это сложно, но это... Это в том направлении решения. Ну, то есть хочется сделать так, чтобы вот ADDI-item мог вызывать только какой-то нужный класс, а не все подряд. То есть не отовсюду был доступ к этому ADDI-item, а только у ограниченного количества других классов. Ну, при этом, казалось бы, да, если посмотреть на реальный мир, да, то добавлять в магазин может какой-то внутренний персонал, да, магазин, а покупать товары покупателей, которые приходят снаружи. Ну, то есть есть такой еще принцип солид, да, принцип единой ответственности, что класс должен делать только одну, отвечать только за что-то одно. И здесь видно, да, что один и тот же класс пытается и добавлять товары, и покупать. Это, по сути, то же самое было бы, если бы пришел покупатель. Нет, ну, он просто коллекцию, скорее всего, обрабатывает. Ну, вот такой другой класс, который у нас будет, наверное, в магазине наследовался, и там нет. Он делает несколько интерфейсов, два интерфейса. Один, который ADDI, его сделать, ну, там, пометить, чтобы любой не мог его использовать. Ну, так не получится сделать. Ну, то есть интерфейс, он как бы есть интерфейс, он либо публичный для всех. Чтобы все пользователи работали только через интерфейс интересам. Ну, примерно такое решение и существует, да, что просто берется, вот этот некий, получается, store, который, ну, то есть можно было бы этот store поделить на две части. То есть сделать из одного класса два класса. И между ними пробросить, а вот эти items поместить в другой еще класс. Ну, то есть сделать из одного класса три класса. Items тогда был бы внутренним объектом, общим для обоих. и, соответственно, один, ну, то есть, давайте, можно было бы это сделать так вот, да, что есть какой-то класс там. backstore, есть какой-то класс, frontstore, и есть какой-то класс, который, ну, например, там склад называется. store, соответственно, у этого склада есть вот эти айтемы. И вот складу-то уже формально не важно, вот он, он просто склад. Давайте мы этому складу дадим любые, как бы, ну, то есть перенесем это не в store, который, как бы, является магазином. Да, а перенесем его, ну, то есть store это магазин, казалось бы, не очень хорошо, да, добавлять туда айтемы и забирать. Казалось бы, тут должен быть метод additem, ну, как-то он там реализован. И тут же, может быть, там метод, если есть addit, то есть remove item. Какой-то, да, конкретный, например. Вот, соответственно, казалось бы, в объектно-ориетированном программировании все нормально, да? Мы взяли, у нас есть склад, мы умеем брать товары со склада, мы умеем класть товары на склад и забирать товары со склада. Потом у нас может быть какой-то backstore, у которого есть этот where store, у которого есть эта внутренняя сущность какая-то приватная, да? И которые можно было бы инициализировать в конструкторе. Соответственно, в backstore был бы метод, соответственно, то есть это называется композиция, да, такая штука. Делается additem. Что мне не нравится. Соответственно, у этой штуки был бы метод additem, а у frontstore, который бы являлся каким-нибудь там кассой, да, или прилавком, было бы все то же самое. Но в него мы добавляем другой метод. То есть это, скорее всего, будет не remove, это будет какой-то buy, да, который здесь бы проверил бы, что и у frontstore уже, казалось бы, есть какое-то действительное. То есть сюда, например, можно положить кэш. Для кассы какая-то. Есть деньги на кассе. Ну, вот давайте вот здесь проверять сумму, и если она там получилась, то тогда делать remove. Ну, то есть вот у нас, казалось бы, теперь есть конкретный класс. Мы его неким образом, то есть мы ему и сказали, да, что вот у него есть приватное поле items, и вот у него есть два метода. При этом этот класс по композиции вносится в другие два и используется. Понятное дело, что кто угодно может этот storehouse создать где-то у себя, но обычно никто так не делает, да. Вот у вас есть этот классик, вы его просто из-за этих других, и всем как бы классно. Теперь этот юзается одним. Ну, этот добавляет действительно, а этот покупает и удаляет. Ну и сюда можно было бы еще добавить, что там backstore могут пользоваться условные менеджеры, добавить еще людей, добавить какие-то роли. что здесь buy item должен делать какой-то там customer. Ну, если выдумывать дальше, да. Ну, тут можно это делать до бесконечности. Ну, то есть у условного customer может быть как раз таки этот там, вот та часть магазина, в которой он имеет доступ. И вот здесь мог бы быть метод там addstore. Ну, почему бы и нет, да. пользователь узнал о новом каком-то магазине. И дальше он мог бы из этого магазина что-то покупать. Ну, и дальше аналогичная история, да. Что у менеджера мог бы быть в доступе, соответственно, backstore. и этот менеджер мог бы этот additem вызывать. Ну, то есть можно делать у классов наследование, а можно делать у классов композицию. И это тоже про объектно-ориентированное программирование. То есть композиция отвечает на вопрос, какой класс содержит какой-то другой класс. Да, и вот, казалось бы, там задняя, ну, не задняя, да, а складская часть магазина содержит тот же самый склад, но он только добавляет товары. А там, где стоят кассы и сидят кассиры, ну, вот, они только продавать умеют. При этом, если на складе ничего не будет, ну, ничего не произойдет, да. Ремуфы там возвращает там булин, и можно писать логику. Причем, ну, то есть склад бы знал о том, как, то есть только склад знает о том, как правильно общаться с товарами, и никто другой. Вот только он это умеет, и он позволяет это делать двумя способами, да, добавить и удалить. Никто, кроме него, доступ к этим items не имеет. То есть, получается, если здесь есть backstore, то вот только этот класс умеет пользоваться этим складом и туда что-то добавлять. И здесь есть какая-то дополнительная, да, логика. То есть, казалось бы, у backoffice, обслуживающего, да, есть еще какое-то, ну, в реальной жизни, да, там есть какие-то деньги. Они же не могут просто так брать и эти items добавлять. То есть, должны быть какие-то ресурсы, там должно быть какое-то место на складе, должны быть какие-то люди. То есть, возможно, эта штука взаимодействует там не только с backstore, да, взаимодействует, там еще есть какой-нибудь там логистический центр, например, да, с помощью которого они эти товары закупают и помещают потом на склад. То есть, казалось бы, у каждого класса должна быть какая-то одна ответственность за то, что он отвечает. Ну, то есть, исходя из этого, вот здесь вот метод в класс store вмешивать два разных объекта, которые добавляют и которые удаляют, может быть не совсем верно. Но если у вас есть какая-то там структура данных, ну, это релиз, да, например, то почему бы и нет? Вот это просто структура данных, она просто взаимодействует с какими-то внутренними данными, и все, что она делает, это делает set и делает get. Ну, это совсем другой вопрос, это как бы не какой-то объект, да, это просто хранилище. То есть, это не про OVP, это скорее про структурное программирование, когда нужно как-то объекты скомпоновать в одном месте. Ну, вот, то есть есть композиция и отношения has-is, и есть также наследование, да. Ну, вот давайте история с item. Казалось бы, можно было бы взять и сделать еще один класс item. Например, promotion item. И вот как здесь правильно поступить, да, казалось бы, что надо сделать? Надо вот так вот взять, скопировать все поля, скопировать конструктор, и вот мы получили другой класс. Насколько это нормальное решение? Ну, просто у нас есть item, а есть другой item. Ну, имеется в виду, что если это promotion item, да, то тут и должна быть какая-то... Ну, там, скидка, да, какая-то должна быть. Дисконт. Ну, что значит обычно item? У нас есть item, а есть promotion item. Ухранить item и дисконт. То есть какой-то товарский... В смысле, ты имеешь в виду, что делать вот так вот? Да. Ну, можно и так как бы делать. Это опять же история про композицию. Сейчас речь шла о том... Да, есть второй способ, да, что мы берем, создаем класс и делаем здесь ключевое слово пишем extends. Ну, вы, в принципе, уже делали такое в домашних. И наследуемся от другого класса item. Он говорит, что нельзя так сделать. Говорит, нет конструктора. И хочет, чтобы вы создали конструктор для всех полей. Ну, смотрите, вот вопрос. Вот сейчас вот я взял, да, и... Сейчас, давайте пока без конструктора. Вот я взял этот promotion item и скопировал сюда название, ну, как бы все поля. Это будут те же самые поля или какие-то другие? Ну, они же вот называются одинаковые. Ну, они принадлежат никотинскому классу обещанию. Ну, хорошо, а как мне доступ к ним получить? В родительском через суток, да. Аказинчике здесь. Ну, вот, окей, ID есть. Дальше есть ключевое слово супер. Ну, тоже можем, но это потому, что они в одном месте находятся. Если бы это были... Если бы классы лежали бы в разных местах программы, то доступ нельзя было бы получить к приватному члену родительского класса. Да, смотрите, кто не знал, да есть, смотрите, есть такое ключевое слово супер, которое позволяет вам при наличии наследования обращаться к полям родительского класса. При этом, если вы возьмете и создадите такое же поле, то у вас будет как-то шадолинг имен, имена перекроются, и у вас появятся два поля с одним и тем же названием, но одно поле будет храниться в дочернем классе, другое в родительском. То есть, когда вы создаете два одинаковых поля с одинаковым названием в иерархии наследования, то вы создаете разные поля, а это не то же самое. И, в принципе, если удалить сейчас, то у вас все равно доступ к ID будет. А, теперь не будет, потому что оно приватное, но через супер можно. Давайте посмотрим другой кейс. Ну, если сейчас вынести, взять item. Идея позволяет с помощью рефакторинга переносить классы с меньшим числом усилий. Можно тыкнуть на название класса, вызвать метод рефактор. Тут есть команда move. Она позволяет выбрать в другое место, в другой класс или на уровень выше. Можно назвать ok. Спросят, как его назвать, в какой пэкэдж положить. Спросят что-то еще. И если нажать рефактор, то он скажет, ага, слушайте, а вот здесь он может быть теперь недоступен из метода by item. Потому что там вот… Ну, давайте посмотрим. Вот, потому что прайс — это приватное поле. И идея предупреждает, что если сейчас вынесут этот класс снаружи, то private-поле доступа больше не будет. Ну и также вот он говорит, что item.id тоже будет недоступен. Ну, мы на все согласимся. Скажем, что все классно. Вынесли. Ну и теперь, соответственно, у нас перестал работать вот этот класс, который отнаследовался. То есть, хотя он и отнаследовался, но теперь по супер, даже и по супер мы не можем получить доступ. Да, то есть история такая, что если классы находятся внутри какого-то другого класса, то у нас есть слово супер, и мы можем обратиться даже к приватным. Если классы какие-то внешние, то доступа такого нет. Ну, вот если взять его и тоже вынести на верхний уровень, то доступ как бы как и не было, так он и не появился. То есть, то, что доступ был раньше, это все история о том, да, что если у вас есть какие-то внутренние классы, то все поля, в принципе, публичные. Ну, изнутри. Если что-то внутреннее, то почти ко всему можно получить доступ внутри этого класса. Вот, теперь эти поля private. И вопрос, а как теперь сделать так, чтобы можно было к этому ID все-таки достучаться? Да, для этого как раз уже служит модификатор protected, который говорит, что доступ есть у тех, кто находится в этом же пэкадже и у дочерних объектов. Причем дочерние объекты могут находиться где угодно. Если поле protected, значит все с ним окей. Вот, теперь если зайти, да, то уже видно, что вот к ID уже доступ имеется. При этом, как можно заметить, да, так как все классы являются наследниками обжекта, то у обжекта есть вот такой вот конструктор с отсутствием параметров. Но если вдруг вы в каком-то своем классе сделали другой конструктор, то вы, соответственно, его уже с помощью конструктора по умолчанию создать не сможете. То есть вот, ну нельзя взять и написать new item. Item. То есть так вы сделать не можете. После того, как вы создали хотя бы один конструктор, вы теперь обязаны все три поля указать. Ну, указать все те поля, которые в конструкторе указаны. Если же его стереть, то хотя, казалось бы, у вас нет никаких конструкторов, да, то пустой конструктор у вас все еще остается. И это, получается, приходит из обжекта. Вот в обжекте есть пустой публичный конструктор. И пока вы не создаете своих, у вас он доступен. Чтобы он был доступен и у наследников, ну, соответственно, можно сделать, явно сделать пустой конструктор. И тогда с наследником будет все классно. То есть, смотрите, у вас есть какой-то класс, вы хотите этот класс как-то создавать. Вы добавляете этому классу конструктор. Но в Java считается, да, что у класса должен быть конструктор с пустыми параметрами, как конструктор по умолчанию. Потом вы начинаете создавать дочерний класс, и выясняется, что ваш дочерний класс создаться не может. Потому что, ему говорят, здесь как бы нет конструктора по умолчанию в твоем родительском классе, а он должен быть. Это связано с тем, что если вы от чего-то от наследователей отнаследовались, значит, вам нужно уметь корректно создавать эти родительские классы. Ну, то есть, вот здесь вот вы заиспользовали же поле ID, вы можете получить доступ к тому, что выше по иерархии. Следовательно, тот объект, который выше по иерархии, нужно уметь корректно инициализировать. Корректной инициализации, вот мер для этого, да, это вот взять три поля и какие-то значения в них поместить. Если вы уже создаете наследника, то значит, вам, ну, по-хорошему, тоже нужно сделать такой конструктор со всеми тремя полями. Ну, давайте даже, чтобы никого не смущать, вот, если все стерять, он будет пустой, создать его все равно нельзя. Java говорит, что надо проинициализировать рейдерский класс. То есть, эта вот история, ну, вот такая же, да, что вот у вас есть карта какая-то, мапа, да, у этой мапы есть конкретная реализация хеш-мап. Соответственно, вы, казалось бы, точно так же можете взять и сказать, что item – это new item, а можете сказать, что item – это ваш дочерний класс. И это все сработает, потому что, казалось бы, ну, родительский класс, то есть, так как дочерние классы содержат все то, что содержится в родительских классах, то вы можете создать ссылку на объект суперкласса рейдерского, а реализацию оставить какую-то из дочерних. Вот, но это все еще некорректно, ничего не заработает, потому что здесь нужен конструктор по умолчанию. То есть, надо понять, как все-таки эти поля правильно проинициализировать. И вот можно написать вот так вот. Вам все равно скажут, что, слушай, как бы здесь нет такого конструктора, как тут. И надо взять и создать его. И есть вот второй момент, да, использование слова супер. То есть, если супер позволяет вам получать доступ к полям родительского класса, то также супер вам позволяет инициализировать родительский конструктор. То есть, это ключевое слово должно стоять первым в конструкторе, чтобы проинициализировать родительский класс. Ну, то есть, идея в том, да, что сначала вы так или иначе должны проинициализировать все, что было выше вас при иерархии, а потом вернуться и проинициализировать свои собственные поля. Ну, и вопрос, да, как бы, что вызовется раньше, да, как бы конструктор item или конструктор дочернего класса, если создать дочерний класс? То есть, здесь можно писать seout, здесь можно писать seout, и что раньше вызовется? Ну, один ответ был, если кто-то думает, что по-другому. Ну, ладно, как бы по-другому нет, да, потому что так или иначе, если класс является чем-то наследником, значит, он наследует все поля и методы родительского класса, а значит, нужно сначала проинициализировать родительский класс. Вот, такая вот история. То есть, есть супер, который позволяет обращаться к родителям, и есть супер, который вызывает конструктор родительского класса. Есть слово extends, которое говорит о том, чьим наследником является класс, который забирает на себя часть полей и методов. Ну, и поля и методы распространяются вниз так же, как, ну, то есть, в зависимости от модификаторов доступа. То есть, если у вас будет здесь какой-то приватный метод, да, у вас будет приватный метод, то вы из наследника доступа к нему получить не сможете. Ну, только к своему методу m. Но если его сделать, там, дефолт, а класс лежит там же, то вы получить доступ сможете. Ну, в том же пэкадже. Либо, если он protect, это класс лежит в другом месте, то точно так же. Ну, protect или public, то в дочернем классе доступ тоже будет. Ну, в общем, поля и при этом, смотрите, вы можете делать так, да, что вот есть какой-то метод m1, он какой-то там, например, public, при этом у вас есть какое-то там поле приватное, и вы из публичного метода его там используете, например, инкрементируете, то как бы нет никаких проблем, что если метод публичный, и вы из каких-то наследников или из других классов его используете, то будете аффектить приватные поля. Но так как поле приватное, да, вы как бы сами знаете, как правильно к нему обращаться. С этим вопросов никаких нет. Вот, давайте, есть ли какие-то вопросы по поводу… Да, и в Java как бы можно только наследоваться от одного единственного класса, то есть отсутствует множественное наследование. В общем, смотрите, сейчас было первое, ну, как бы, обсудили мы object, какие там у него есть методы и что он корень всех остальных объектов, немного рассмотрели наследование, модификаторы доступа и композицию, да, из ООП с инкапсуляцией, соответственно, сейчас давайте перерыв. Есть еще несколько вопросов с прошлой пары. Один из них, например, такой, а что делать, если вы хотите взять и запретить наследоваться? Но один ответ был, да, что вот есть какой-нибудь класс там customer, добавляется ключевое слово final, которое вы уже видели, да, и оно говорит о том, что теперь этот класс, от этого класса наследоваться нельзя. То есть нельзя написать теперь customer2 extends customer. Вот вам скажу, что нельзя отнаследоваться от final класса. И продолжение вопроса, можно ли сделать это как-то по-другому? статик. Что статик? А что с конструктором? Ну, на самом деле, да. То есть создается приватный конструктор, и после этого отнаследоваться будет тоже нельзя, потому что, как уже говорилось ранее, да, так как надо проинициализировать поля родительского класса, то нужен какой-то конструктор для их инициализации. Если в родительском классе есть приватный конструктор, то уже нельзя так сделать. Ну, то есть какой-то конструктор есть, но его не получается вызвать, и из-за этого нельзя проинициализировать корректно поля. То есть если попробовать сделать там другой customer, то выяснится, что отнаследоваться с того можно. Но если у вас конструктор один-единственный и он приватный, то наследоваться нельзя. Но, к слову, вот эта вот штука, приватный конструктор, который используется в паттернах проектирования. То есть, как вы могли заметить, вы уже второй раз в своих домашних делаете класс, у которого есть один метод, и формально вам надо один раз его создать, и постоянно вы его переиспользуете. То есть там есть один... То есть идея в том, что у вас есть метод, и вы его просто из разных мест вызываете. Вам не нужны экземпляры, чтобы выполняться. То есть правильная реализация. Каждый вызов метода, он такой обособленный. Но не то, чтобы правильно. Есть просто такой паттерн, называется синглтон, который говорит, что он один-единственный на всю вашу программу. И он, соответственно, используется с помощью приватного конструктора создается. Ну, про паттерны будет дальше, но если чуть-чуть забежать вперед, да, то можно создать внутри самого же себя себя. Ну, то есть не в конструкторе создать, а сделать метод какой-нибудь. То есть, смотрите, вы изнутри самого себя имеете доступ к приватным полям. Все как бы окей, да? Внутри самого класса вы ко всему приватному имеете, потому что это все ваше. Соответственно, есть такая практика, как пишется там, создается публичный метод, из которого возвращается экземпляр. Ну, и обычно там пишется get instance, например. И здесь проверяется, что если кастомер еще не был создан, то давайте создадим. Ну, да, правильно. Спасибо. То есть все это делается статическим. Есть одна ссылка на класс, который живет при всем экземпляре, но она создается при вызове метода. Ну, это не трет-сейф реализация, в многопоточной среде она будет работать некорректно. Можно как бы налажать здесь. Но примерный концепт такой, да? Что вот у вас есть приватная ссылка, приватный конструктор, вы не можете извне создать класс, но вы даете возможность получить все равно ваш объект, но по оговоренным вами условиям. Что вот одна единственная ссылка на всю программу. больше, иначе никак не получить доступ. Новый синглтон еще потом рассмотрим. Соответственно, как запретить наследование? Да, это либо написать final, либо сделать приватный конструктор и других не делать. И, кстати, есть... Ну, ладно, потом вопрос. Значит, смотрите, есть еще такая штука, как абстрактные классы. Кто скажет, чем они отличаются от обычных? Нельзя создать объект. А почему нельзя создать объект? Да, смотрите, чтобы реализовать все методы... Ну, то есть, если у вас есть какие-то методы, которые абстрактные, неправильное слово, то их надо реализовывать. То есть невозможно создать объект, если что-то до конца не определено. Ну, обычно вот так вот, да? Public abstract. Много говорят, что публичный и абстрактный метод здесь нельзя написать, потому что надо добавить абстракт. Ну, тогда у нас теперь есть проблема с конструктором кастомера, что теперь нельзя сделать instance. Окей, удалим это все. Нравится. Да. Вот. Окей. То есть у вас есть какой-то класс, он является абстрактным, у него есть какие-то методы, которые не переопределены. Обычно это происходит так, да? Что у вас есть какие-то, например, два класса, у них есть какое-то общее поведение, после чего создается класс сверху. Ну, если идти итеративно, да? Вы пишете программу шаг за шагом, постепенно усложняя ее сложность в зависимости от ваших потребностей. То есть, возможно, вот вы там создали кастомера, да? Создали там еще... Кто там есть еще, да? Есть менеджер, например. Да, то есть вот у вас был там бэкстор, у вас есть фронтстор, у вас есть кастомер, у вас есть менеджер. Вот они как-то жили сами по себе независимо, каждый делал свою работу, но вдруг в какой-то момент вам могло понадобиться тот факт, что они, в общем-то, в чем-то совпадают, да? Что, ну, наверное, у менеджера есть какой-нибудь там, например, name, да? И, возможно, у кастомера тоже есть name. Потому что, когда вы приходите в магазин, в принципе, там висят бэйджики, люди друг к другу обращаются по имени, и это имеет как бы место быть. И, казалось бы, это какое-то общее поведение для двух этих классов. Поэтому можно было бы, да, создать какой-то еще один класс, назвать его, ну, там, человек, допустим. Сюда поместить поле name и сказать, что и кастомер, и менеджер являются наследниками данного класса. Тогда вам не нужно приватное name, у вас уже есть оно от класса people. То есть у вас есть какое-то общее поведение, и вы для этого наследуетесь от абстрактного. При этом абстрактный класс может что-то не знать, да? Например, что он может не знать? Если это человек, есть кастомер и есть менеджер, то какая у них может быть разная реализация? Ну, то есть это может быть как простонаследник, да? Может быть еще как абстрактный. Абстрактный используется обычно, когда есть что-то спорное, да? Что непонятно, как определять. Ну, например, вот есть какой-нибудь метод. Ну, допустим, там, say hello. И, казалось бы, разные люди делают это по-разному. И если это какой-нибудь там кастомер, да? И речь идет про магазин, то, наверное, реализация этого метода могла бы быть какой-то такой, да? Как бы там, здравствуйте, я хотел бы приобрести у вас товар. Соответственно, с той же самой историей менеджер мог бы сказать что-то другое. Ну, и, кстати, когда вы так сделали, то есть вы отнаследовались абстрактного класса, то теперь наследников тоже нельзя создавать до тех пор, пока все абстрактные классы не будут определены. То есть здесь теперь тоже надо создать этот метод. И теперь, казалось бы, менеджер должен сказать не эту фразу, да? А он мог бы сказать, здравствуйте, чем я мог бы вам помочь? То есть вот есть какая-то отличающая реализация. Можно было бы сделать это иначе, да? Сказать, например, что... Ну, в общем-то, все понятно, как делать. Say hello. Надо просто взять, написать systemout и какой-то текст. Тогда вы частично, например, реализуете метод, а частично нет, да? Можно было бы написать так вот, да? SystemoutPrintLine getHelloWelcome getWelcome фраз, которая выводится. А вот этот уже метод сделать абстрактным. и приопределить уже именно его, где... То есть до этого было определено все, а потом выяснилось, что вот эта часть, там, systemoutPrintLine, она тоже совпадает, в принципе. Зачем нам ее выносить? Поэтому давайте ее вынесем в раильский класс и сделаем абстрактную только ту часть, которая действительно отличается. Ну и, соответственно, здесь возвращается такая строчка. Say hello уже не нужно. Здесь будет возвращаться другая строчка. Таким образом, в тот момент, когда у кастомера вызовут... Но при этом метод у него... Вот этот метод, да? Say hello, он все еще остается. Вы можете взять объект кастомера. Ну, кастомер абстрактный. Сейчас его сделаем нормальным. Где его создать? Ну вот, создали новый объект кастомера. И у нас этот метод, как бы, say hello есть. Ну и если его вызвать... Так, сейчас... Ну, то будет, соответственно, та фраза, которая была в нем задана в методе get welcome-phrase, да? Тогда есть вопрос посложнее, да? Допустим, есть какой-то people, и у него этот get welcome-phrase, он уже реализован. То есть здесь можно уже что-то там возвращать. тогда, казалось бы, что вернется в этой ситуации? Ну, то есть вот есть кастомер, здесь есть такая фраза, а у people есть более общая фраза «Привет». Ну, окей. В этом кейсе вернется то, что в дочернем классе. А если сделать вот так вот? Все равно. Но тут же другой класс. А экземпляр? Да, смотрите. То есть в Java есть такая штука, называется «Динамическая диспетчеризация типов». Соответственно, Java знает, что вот у вас ссылка на people, на какой-то родительский класс, но у вас экземпляр какой-то конкретный. И будут вызываться методы не того класса, ссылку на которую вы имеете, а методы того класса, конкретный экземпляр которого был создан. Соответственно, если написано так, то все равно будет выводиться то, что было в кастомере. А если мне нужно вызвать метод базового класса? Откуда? Ну, вот здесь нет слова «Супер». Здесь такого нет. Ну, чтобы вызвать метод базового класса, можно написать… Нет, именно измены. Ну, не судьба. Ну, это одна из проблем наследования, что если начать много-много наследоваться, то в какой-то момент дочерний класс начинает сильно зависеть от родительских, и при этом становится очень тяжело понять, вообще где что происходит. То есть, ну, обычно происходит такая логика, что нашли что-то общее, объединили, нашли еще что-то общее, еще объединили, потом появляется такое дерево из этих иерархических… ну, дерево иерархии. И дальше становится сложно понять, а в каком вообще классе находится реализация того метода, который вы хотите посмотреть. Плюс второй момент, да, что если вы хотите что-то поменять в родительском классе, то значит вы, скорее всего, заденете и все дочерние. Ну, то есть, поменяв что-то… Если вы поменяете здесь, делаете не SystemAuntPrintLine, да, SystemAuntPrint, то если кто-то в дочернем классе надеялся на то, что будет перевод строчки, то он может сломаться. Ну, то есть, здесь есть такая проблема, да, нерешаемая, что если абстракций очень много, в ней становится очень-очень тяжело разобраться и понять вообще, что где происходит. Особенно если кода очень много, и код разбит на какие-то модули, и вы в идею подключаете, ну, в среду разработки, да, какую-то, только часть проекта, а другая часть проекта находится в каком-то другом вообще репозитории лежит, и вам ее надо скачивать отдельно, ее подключать, и этих разных реализаций может быть, как бы, ну, несколько. То есть, бывает такая проблема, да, что у вас есть один модуль, у вас есть второй модуль, но у вас нет третьего модуля. И если хотите искать по вот этим стрелочкам, а где же что наследуется, то можно попасть в вечный цикл. Что-то, как бы, нет нигде никакой реализации, потому что у вас вот есть Customer Manager, здесь что-то написано, вот вроде родительский, но где настоящая реализация? То есть есть какая-то, у вас может быть какой-то, как сказать, у вас подключена какая-то часть исходников, да, и в вашей части написана только какая-то заглушка. Нет настоящей реализации вашего класса. А настоящий класс лежит в другом репозитории, надо скачивать отдельно и подключать в проект. И получается, что это... То есть у вас есть код, который используют, вы идете вниз, находите заглушку, реальную реализацию не находите, но все равно все работает. И тут и выясняется, что, наверное, у вас просто не хватает исходников, и надо поискать их где-то еще. Ну и обычно, то есть это может быть какой-то API, да, например, что у вас есть какой-то API-метод, и вам показали только какой-то mock, да, или stub. Ну то есть вам показали то, что если у вас что-то не заработает, вам выброшется исключение. А где реальная реализация, вы как бы не знаете, а ее где-то... Ну либо вы имеете к ней доступ, просто не подключили, либо она просто скрыта где-то, а вам только публичные API предоставляются. Вот, а есть как бы похожая проблема, но... Ну смотрите, есть проблема с наследованием, что если много иерархии, становится непонятно, где что лежит, и человек ничего наследуется, и рефакторинг становится усложняется. Ну и была вторая, да, история, что была, получается, композиция, есть ли какие-то с ней проблемы? Ну давайте не будем наследоваться, давайте будем композицию везде делать. Ну так казалось бы, здесь-то все ясно, то есть у вас вот есть какой-то... Ну то есть композиция работает примерно так, что у вас, например, есть... Ну вот смотрите, вот пример, да, вот есть, например, точка класс Point, так... Есть, например, класс Point, да, смотрите, у него есть X и Y. Есть класс Color Point. Он делает Extend от Point и вносит что-то еще. Да, еще вносит цвет. Как бы в этом случае выглядела композиция? Композиция бы в этом случае выглядела бы... Вот так вот, что у вас есть какой-то Color Point. Внутри него есть Point и есть цвет. Дальше, если нужен X и Y, то вызываются методы Point. Если нужен цвет, то вызываются эти методы. Формально-то они очень похожи, да. Здесь нужен конструктор от всего. И там, казалось бы, тоже нужен конструктор от всего. Только тут вы вызовете супер, пойдете наверх. А здесь... А здесь вы напишите конструктор, но будет у вас... Как-то вот так вот. Point равно New Point. И плюс вот это ваше дополнительное поле. Ну и если где-то вы вызывали там супер, то можно... Ну то есть я имею в виду, что писали где-то там супер, там X. То есть здесь все то же самое можно делать, но через ссылку на этот Point, да. Ну тут есть некоторая проблема с правами доступа. Что если вы в Point сделаете что-то protected, да, то Color Point это увидит. А Color Point 2, который сделан через композицию и находится в другом пэккадже, то он уже не сможет заметить переменную. Но это как бы не проблема. Когда делают композицию, обычно все-таки это какой-то более объектно-ориентированный подход. И все что надо скрыто, а все что не надо, ну как бы его просто нет. То есть здесь думают про инкапсуляцию и что надо скрывать, а что не надо. И на самом деле есть, получается, две вещи в Java таких. Есть коллекции, коллекции все построенные на наследование. К слову про интерфейсы, да. Что есть вот collection, публичный интерфейс, и от него есть много чего, каких наследников. И это все иерархия. Если взять, открыть наследников, то вот тут как бы можно увидеть очень-очень много разных классов. Которые от этой collection наследуются. Но в Java есть еще и вторая история. Если вы работали с файлами, то вы, наверное, видели, что есть какой-нибудь там, например, input stream. Так, пользовался кто-нибудь? Или есть там buffered input stream. Или там есть line number reader, например. И если посмотреть в них, то вот они сделаны по типу композиции. Когда у вас объекты вкладываются друг к другу. То есть... Так, сейчас... Где-то тут... Так, ну не тут, это абстрактный класс, input stream. А есть там вот buffered, buffered input stream. Блин, ну давай. Вот, публичный класс, buffered input stream. От чего-то наследуется. Но давайте найдем конструктор. Вот, и тут написано, buffered input stream наследуется от input stream. И дальше, тогда, когда этот input stream нужен, ему делегируется часть работы. Сейчас, где тут, здесь он тут. Ну не суть. Как бы здесь получается, buffered input stream extends filter input stream, filter input stream extends input stream. И вот он содержит эту переменную, да, которая инициализируется. И в разных методах его вызывают. Ну то есть просто в случае buffered input stream он передает его на уровень выше. А этот уровень выше уже вызывает нужные методы. Но это формально получается композиция. И здесь как бы есть другая история, что если вот вы возьмете collection, тут еще, смотрите, javadoc написан, да, посмотрите там в set, посмотрите в list, посмотрите в map, тут вот есть стрелочка, можно полистать, то в случае с вот этими штуками становится непонятно, как их искать. То есть здесь, то есть если тут вы могли пройтись по иерархии вниз, то в случае с композицией у вас появляется много-много-много маленьких классов, и какое из них использовать в композиции с чем становится неясно. То есть вот это, ну как минимум со стримами я лично знаю такую проблему, да, что поскольку их очень много, непонятно куда смотреть и что конкретно надо использовать. Но зато можно поискать по названию. Ага, input stream, last street input stream, input stream adapter, input stream numeration, input stream reader, audio float input stream, byte array, channel, check it, chunk it, это еще не все, тут есть кнопочка больше, вот какой-то там файл input stream, например, есть. То есть тут уже приходится искать по названию. И если у вас нет IDE, да, то приходится открывать пэккеджи, смотреть, как классы называются, заглядывать в них внутрь и выяснять, что можно использовать, а что нельзя. То есть если наследование начинает усложнять наследование, ну много наследования начинает мешать вам, да, то и множественная композиция тоже вам начинает мешать, потому что классов становится очень много, они маленькие, и не ясно, с чем будет работать. Ну потому что здесь истории ж такие, да, файл input stream, вот что он тут. Он, скорее всего, тоже здесь вызовет супер этом input stream, и ему в конструктор нужен, так, файл. Так, ну с ним, в принципе, понятно. Ему дается на вход файл, а вот он с ним живет. Но если вы захотите файл прочитать как-то еще, да, не по одному байту, то вам придется уже искать то, во что можно этот файл input stream завернуть. Ну, можно, конечно, открыть исходники и посмотреть здесь, да. Вот там java.io, Buffered input stream, output stream, reader writer, и тому подобное. Но это тоже как бы отдельная история, отдельная лекция про работу с файлами. Но, собственно, интерфейсы, да, что интерфейсы определяют, так сказать, контракт, контракт вашего класса. либо, другими словами, какой-то публичной API, которую ваш класс предоставляет. То есть в идеальном мире у вас есть интерфейс, у вас есть публичные методы, и больше ничего у вас из класса наружу не торчит. Ну, либо у вас есть наследование, ну, собственно, абстрактные классы, но там тоже все должно быть protected и скрыто. Соответственно, вот, смотрите, самый нормальный пример интерфейса. Это вот есть collection, есть еще интерфейс iterable. Ну, iterable говорит о том, что можно сделать вот такой вот for each по всем элементам. Ну, то есть, если кто не знал, да, что если вы хотите взять что-то и сделать по нему вот такой вот цикл for, ну, не писать for int i, равно там 0 и тому подобное. Причем не везде можно написать for int i, int i, можно написать счетчик цикла. Если у вас есть доступ к элементам по индексу, а, например, в сете, где множество элементов и нет индексов, вы так не можете сделать. Ну, можно обойти его с помощью вот такого for each. Ну, он, собственно, так и называется. Ну, это сейчас уже так называется for each. Даже когда не было дефолтного метода, это называлось for each и синтаксическим сахаром. Соответственно, чтобы так можно было писать, вот есть такой интерфейс iterable, от которого наследуется... Ну, а итератор — это штука, которая позволяет вам элементы обходить. Есть вот интерфейс коллекции. И, казалось бы, вот у коллекции есть много разных методов, которые полезны всем коллекциям. Да, это там какой-то размер проверить, или убедиться, пустая коллекция или нет, или проверить, есть там элемент или нет какой-то, или вот итератор для обхода. Ну, это из верхнего интерфейса пришло. Сконвертить коллекцию в массив. Что тут есть еще? Еще раз в массив. Или вот, например, add, да? Вот есть коллекция, значит, у нее должен быть метод add. Ну, классно. Вот давайте опишем его в интерфейсе. remove. contains all. Ну, то есть, с помощью интерфейсов определяются контракты того, как ваш класс должен работать. И по-хорошему... Ну, собственно, по идее оно так и работает, да? Я думаю, что если вам нужны вот методы этого интерфейса, да, то вы пишете везде collections, collections равно какая-то конкретная реализация. То есть, вот как было в самом первом примере, да, вот здесь у меня написано не хэш-мап, а у меня написано мап. Мап – это отдельная ветка, про коллекцию тоже будет еще лекция. Ну, просто мапа – это не коллекция, по мнению Java. И можно тут сказать почему? Ну, казалось бы, если постараться, то можно было бы написать такой код, который бы позволял пройти. Ну, то есть, ну, как бы, все правда. Этого в Java нету. Мап не ethereable. Ну, что мешало создателям Java взять и сделать это ethereable? Ну, обычно, вообще-то, мапы обходят. И обходят как раз-таки с помощью ethereable. Потому что у мапы есть методы. Методы get… У него есть метод entry set, который возвращает set, который ethereable. У него есть метод key set, который возвращает множество ключей. А set ethereable, опять же. И у него есть метод entry set, который возвращает множество пар key value. Соответственно, как обходят мапу, да? Мапу обходят так. For each. Map. Так, не такое, entry. Map. Entry. Generic-ом задаются типы. Item Integer. Здесь пишется какое-то название. Тут пишется items. Тут пишется entry set. Все, окей. Теперь в этой переменной entry можно получить, соответственно, ключ по методу getKey и можно получить value по методу getValue. То есть, в принципе, нет никакой проблемы обойти мапу с помощью ethereable. Но она не наследник коллекции. Ну, история, в общем, по идее, такая, что просто коллекция — это про то, что есть какое-то множество элементов, да? Мы их в одном месте собрали. И, в принципе, там set — это коллекция, да? Тоже множество элементов. Список — это коллекция, множество элементов. А map — это, казалось бы, не коллекция ни разу. Map — это отображение одних элементов в другие элементы. Ну, то есть, если предполагать, что коллекция — это коллекция представляет вся группа объектов, известные как элементы, да, называемые, то мапа представляет, можно сказать, не группу элементов, а как раз-таки отображение. Ну, в общем, у них параллельная иерархия, и вот формально это представляет контакт. Если вы посмотрите, что у коллекции есть метод ADD с одним элементом, то в случае с emap у нее есть метод put. Который берет, соответственно, ключ и берет какое-то value. Здесь нет просто ADD, здесь надо именно по какому-то ключу положить какое-то значение. Вот, соответственно, интерфейс — это контракты того, как ваш класс должен действовать. Дальше, если посмотреть чуть глубже, да, то, например, у той же коллекции есть, например, наследник, ну, например, set. Вот он extends collections. И написано, что вот set, в отличие от коллекции, не содержит дубликатов. И это все еще интерфейс. То есть вы теперь знаете, да, что если вы хотите в коде просто получить коллекцию, чтобы элементы положить, да, то вот вам по-хорошему надо использовать интерфейс коллекции для ссылки вашей. Коллекция, название переменной, дальше экземпляр конкретной реализации коллекции. А если вы хотите сказать, ну, как бы себе там или другим разработчикам, да, и вот вам нужна по факту коллекция без дубликатов, то вы уже используете у себя в программе не интерфейс collection, а вы уже используете интерфейс set. Потому что, ну, javadoc считается как бы таким аргументом, скажем так, весомым. Ну, то есть считается, что если вы взяли от наследователей от какого-то из интерфейса javadoc, да, и там есть javadoc, то вы должны его соблюсти. То есть javadoc это как, ну, по сути, еще одна такая спецификация объектов того, как они должны работать. Ну, то есть с этой же точки зрения именно поэтому, ну, у объекта, да, есть вот эти хэшкоды equals, и в них в javadoc написано, как они должны работать. И это то, что должны разработчики соблюдать, когда переопределяют эти методы. А если вы хотите сказать, что у вас, допустим, не просто set, да, без дубликатов, а он еще и отсортированный, да, то вот есть там сорты set, например, интерфейс. Это говорит о том, что вы можете взять и пройтись, ну, то есть, значит, у вас есть какой-то порядок на элементах. У вас есть какой-то самый маленький элемент, самый большой. Вы можете, ну, как распределить их, да, на этой прямой от меньшего до большего. И у сорта set есть, например, методы, там, subset, например, от from элемента до to элемента. То есть, так как есть порядок, значит, мы можем взять подмножество какое-то. Или там множество, которое, где все элементы вот будут, чего там, выше, выше, чем тот элемент, который вы дадите на вход. Ну, причем элемента может и не быть, да, просто надо сделать отношение порядка. При этом есть там другая ветка, например, да, у вас есть коллекция, вот есть интерфейс list, например, который говорит, что ага, это коллекция, которая еще и упорядочена. То есть вот по ней уже можно идти и брать по индексу какие-то элементы. И, соответственно, и правда. Вы смотрите на интерфейс, смотрите на методы и видите тут метод. Так, сейчас найдем метод. Ну вот, соответственно, get по какому-то индексу. Вот, взяли интерфейс list и получили контракт, что если ваша коллекция implement list, да, то вот тут есть метод get. Ну и плюс ко всему есть все еще все те интерфейсы, что выше. Ну, то есть на интерфейсах точно также можно делать наследование. Наследование также, как с классами, делается с ключевым словом extends. Но если вы хотите имплементировать интерфейс, то вы у класса пишите implements. Да, было такое. Там implements. Ну, было clonable, да. И при этом наследоваться можно только от одного класса, а интерфейсов наследовать можно множество. То есть, да, этот colorPoint может наследовать clonable, может наследовать iterable. Ну, тут надо жемерик указать. Может наследовать... А, ну понятно, потому что ему метод нужен для iterable. Может наследовать там какой-нибудь класс comparable. Но если это все наследуется, значит надо взять и переопределить те методы, которые есть в этих интерфейсах. Так, слишком жирно. Ну, соответственно, вот вы сказали, что вот ваш класс наследует от интерфейса iterator, а у интерфейса есть метод iterator. И он формально тоже абстрактный, как у абстрактного класса, только здесь нет ключевых слов, да, abstract. Но он также является абстрактным, и он является публичным. То есть, если вы объявите свой интерфейс, свой собственный, да, ну, вопрос, да, к вам. Если взять и объявить какой-то интерфейс, в него поместить константу, то какие модификаторы доступа будут у константы? Ну вот, да, то есть, тут формально написано public static final. Ну, в книжках может быть… Нет, это всё здорово, просто, ну, всё как бы правильно, да, что обычно мы что-то объявляем внутри классов. Но интерфейсы люди могут использовать не по назначению интерфейса, как объявить контракт какой-то, а как сборище констант. Это одна история. Во-вторых, на замену интерфейсов, как сборище константа, есть и намы. Да, вы, наверное, в курсе, что есть и намы. Класс, где тоже можно сделать перечисления. И этим перечислениям тоже дать какой-то value, например, да, написать int value, и потом для этого ключа написать также там 5. Ну и всё, конструктор надо. Вот, оказалось бы, да, что если нам нужно сделать сборник констант, давайте использовать и намы. Это как бы удобнее, это как бы полезнее. И намы можно нормально сравнивать на равно-равно. Не надо никаких там equals, compare to использовать. Плюс к намам можно не просто написать, да, какое-то название и значение, можно ещё добавлять много разных полей. Ну, там не только in, да, можно ещё добавить там ещё что-нибудь. Тоже передать это в конструктор. Тогда это также можно будет как-то зафиксировать. Но при этом, например, в реальной жизни была, например, такая проблема, что есть... Может быть, кто-то слушал ГВТ. Google Web Toolkit. С помощью ГВТ, когда-то ещё в недавнее время, лет пять назад, он был очень популярный для построения сайтов. И ГВТ о чём говорил? Что вы пишете код на джаве, а у вас компилируется JavaScript. То есть не надо учить JavaScript, чтобы писать сайты. Давайте вы будете знать только Java, а вот фреймворк ГВТ за вас напишет JavaScript-код, и у вас всё будет работать. Как будто бы... Ну, то есть даже стек не надо менять. Любой Java-кодер может это сделать. Но выясняется, что так как ГВТ — это фреймворк, там есть свои как бы подводные камни, и не всё работает так, как на чистом JavaScript, это раз. А во-вторых, внезапно выяснилось, что вот эти популярные Enam'ы конвертируются в очень тяжёлый JavaScript. Ну, то есть если вы возьмёте ГВТ, напишите на джаве Enam, то у вас получится очень большой кусок кода. То есть ГВТ скомпилирует Enam в неэффективный JavaScript-код. И вот именно по этой проблеме, например, люди просто берут и сознательно выкидывают Enam'ы из того кода, который взаимодействует с ГВТ. Просто потому что интерфейс, ну, заменяют на интерфейсы с переменными. Потому что интерфейс — это просто сборник констант, а Enam конвертится в очень сложную штуку, и это всё замедляет производительность и потребляет память. То есть бывает даже такое, что это может быть не потому что так правильно делать, а потому что жизнь заставила. Ну вот, соответственно, интерфейсы налагают некоторый контракт на вашу реализацию. И встаёт ещё такой вопрос. С недавних пор, с 8 джавы, в интерфейсах появились дефолтные методы. Можно вот посмотреть, например, такой класс есть предикат. У него там есть один-единственный метод — тест. Ну, который делает что? Вы даёте на вход какое-то значение и реализуете, подходит оно или не подходит. Ну, то есть, допустим, у вас есть там люди, у людей там есть пол, вы хотите там офильтровать всех мужчин или всех девушек. Соответственно, сюда приходит какой-то там объект person, и вы здесь смотрите — if одно, то верни true, если другое — верни false. При этом, ну вот, этот метод надо переопределить вам, чтобы использовать. Но тут, казалось бы, теперь смотрите, есть дефолтный ещё метод. То есть, можно в интерфейсах точно так же писать реализацию, как и в абстрактных методах. То есть, вот вы реализовали один метод тест, и плюс у вас в интерфейсе есть ещё методы, например, там, and. Вы берёте и склеиваете два предиката в один. Ну, аэропортическую операцию делаете, да? Или можно сделать отрицание вашего предиката. Создали предикат и сделали, вот, вызвали метод negate, и вам вернулся другой предикат, который будет отрицающим первый. Или сделать или. Или вот есть и zyql метод, например, да? Ещё и статичный. Более того, в интерфейсах даже есть приватные методы с недавних пор. И тут возникает вопрос, а в чём разница-то вообще? При этом у интерфейсов можно множественное наследование использовать. Зачем нужны абстрактные классы, которые имеют только одного родителя? Когда у нас есть интерфейсы, интерфейсов можно реализовывать множество. В интерфейсах можно писать свои методы и их использовать. Плюс даже можно константы объявлять. Зачем вообще нужны эти абстрактные классы, раз уж есть такие классные интерфейсы? Поля нельзя сделать нормально. А что значит поля? Ну, поля на переменные экземпляры. Правильнее было бы сказать, что… То есть поля полями, но поля определяют какое-то состояние state объекта. Что если у вашего объекта есть какое-то внутреннее состояние, которое вам нужно поддерживать, то тогда полезно использовать наследование. Ну, то есть вот здесь, да, у вас вот есть point, у point есть две точки. Эти точки определяют некий контекст этой переменной. И в зависимости от них, ну, как бы разное поведение может быть. Логика, да, написана. Вот есть cover point, у нее есть тоже какой-то внутренний state. И если взять, например, что есть? Есть collections, а есть abstract collection, да? И вот в abstract collections точно так же, как, в принципе, в интерфейсах, тоже переопределены части методов. Есть реализация, да? Там вот есть abstractный метод size, но при этом реализован метод из empty, который использует abstractный метод size и возвращает, ну, проверяет на равенство нулю. Или есть, например, метод contains, который вот использует метод итератор, опять же, абстрактный, но делает вот, ну, формально это можно было бы вынести в интерфейс в данной ситуации. И вот тоже есть, видите, переменная. Но эта переменная уже, как бы, она относится не к какому-то контракту, да? Что, ага, то есть она не говорит вам о том, как использовать ваш объект. А она говорит о том, что, ну, блин, если вот вы создадите такой объект, у вас будет out of memory. Это какая-то внутренняя константа. Ну, более корректный пример был бы, если посмотреть на хэш-сет, хэш-мап. Да, хэш-мап. Я вам в начале лекции сказал, да, что там вообще-то есть массив, в котором связаны списки. Но если элемент становится больше, там становится дерево. Соответственно, в этом хэш-мапе есть внутри такие вот константы. Давайте мы сначала создадим массив на 16 элементов. А максимальное значение будет, там, вот 2 в какой, 30. И при этом вот у нас по дефолту будет какое-то значение, при котором мы будем расширяться. 75 процентов. А вот еще есть константы, да, после какого количества элементов в одном связанном списке мы начнем этот связанный список превращать в дерево. То есть вот эта вот переменная, она не нужна внешнему миру. Это не какой-то контракт этого объекта. Вы как использовали хэш-мапу, да, так и будете ее использовать. Но это какая-то внутренняя информация о том, как он работает внутри, которая вам, ну, вам не следует ее знать. Ну, не в том смысле, что не следует. Да, вам не нужно влиять на внутреннее устройство хэш-мапа, чтобы ей пользоваться. Это не та часть, которую... Но знать, что внутри как бы все равно полезно. Но имеется в виду, что это такая, ну, как раз таки приватная информация о классе, инкапсулированная. А если там сделали уже дерево из этого списка, то вот только тогда, когда это дерево уменьшится до 6, то вот только тогда начнется, ну, в хэш-мапе его опять вернут в список. И при этом, что у вас должен быть размер массива не меньше, чем 64, иначе дерева не будет. Сначала будем расширяться. А вот если уже 64 элемента есть, ну, как бы 64 ячейки в массиве, и в одной из ячеек стало больше, чем 8 элементов, ну, тогда все. И вот тут есть эти внутренние классы, ну, к слову, дефолтные. Но так как это пэкэдж это другой, то вы не можете переиспользовать из своего кода. Так, ну, в abstract collection нету использований какого-нибудь стейта. Но стоит, может быть, как бы, ну, сейчас я не могу вспомнить примеры. В каком-нибудь вашем коде, как бы, спокойно. Ну, и, к слову, вот эти абстрактные коллекции, да, они позволяют вам быстрее реализовывать те интерфейсы, которые вам нужны. То есть вот если вам нужен set, то было бы разумнее не писать public class implement set, а написать public class extends abstract set implement set. Потому что в том же abstract set, да, уже, ну, есть, например, method equals. Он уже за вас написан. Ну, тут еще надо думать насчет эффективности этой всей штуки. Может быть, имеет смысл переопределять методы. Но какая-то часть уже есть, да. Equals вот есть, хэшкод тоже есть. То есть пройдется так, как set это все-таки коллекция элементов, чтобы корректно посчитать хэшкод, надо пройтись по каждому из объектов и посчитать и взять его хэш. Ну, вот это уже сделано. Вам остается написать только итератор, а хэшкод уже будет. Или вот remove all, например, есть. Ну, он тоже использует итератор. Но как бы уже это тоже можно было бы не переопределять. Так, что еще вам сказать по этому поводу? Да, еще смотрите, есть такая штука, как перегрузка методов. Ну, еще два момента. Есть такая аннотация override. Она говорит о том, что вы перегрузили какой-то метод, который был либо в суперклассе родительском, который вы сделали extends, либо это был метод в интерфейсе. Но при этом эту аннотацию ставить не обязательно. Может быть кто-нибудь знает, зачем нужна аннотация override и от каких ситуаций она спасает? Мы потом показываем или другим программистам себе, что это мы не сами придумали, а мы переписываем какой-то другой метод. Ну, давай ставить комментарий. Ну да, все правильно. То есть вот именно это и есть как бы. То есть два кейса. Один то, что люди видят, а второй то, что это вас действительно спасает от ошибок. Что если у вас был какой-то родительский класс, и в нем был какой-то метод, вы его переопределили в дочернем, написали аннотацию override, и когда кто-то случайно возьмет и ее удалит, ну, не удалит не аннотацию, а удалит этот метод в родительском классе, то компилятор сразу же выяснит, что ага, у вас есть какой-то метод, на нем аннотация, а вот у родительских суперклассов этого метода нет. И программа свалится на этапе компиляции. Ну, ее как бы надо ставить вручную, сама она не ставится. Ну, ее идея как бы сама ставит, когда вы пытаетесь через нее все переопределить. При этом, смотрите, если вы хотите, если вы действительно делаете override, да, переопределяете метод, то у вас у метода должна совпадать сигнатура. Ну, полностью совпадать. То есть, если вы напишите вот так вот, например, compareTo, colorPoint, ну и что-то еще, да, там поменяете параметры, то вот это уже не будет перегруженным методом. Не, не переопределенным, а переопределенным методом. И здесь ставить аннотацию override некорректно, его даже вам подскажут. Ну, это как раз и есть, да, та ситуация, когда у вас есть какой-то метод, которого нет у супер-классов, вы поставили аннотацию, и вам вот идея сразу говорит, ну, нет такого метода, ничего не получится. То есть, вы переопределяете реализацию тогда и только тогда, когда сигнатура метода совпадает. Если вы изменили сигнатуру, то это уже будет перегрузка. Ну, это то, как вот было на прошлой паре, да, когда у вас был класс, вы сделали, был один и тот же метод, ну, метод с одним и тем же названием, но несколько реализаций. И здесь такая же ситуация. Вот тут вот вы метод перегрузили, потому что сменили сигнатуру, название оставили, а здесь при одинаковой сигнатуре вы его действительно переопределили и аннотацию override ставить корректно. Ну, то есть, надо различать, да, перегрузка и переопределение метода. Переопределение – это что-то про наследование, а перегрузка – это про изменение сигнатуры при том же самом названии. Так, а вот, смотрите, вот последний вопрос тогда на сегодня. Вот есть класс Point, да. В классе Point есть x, y. В классе Point есть метод equals. Класс Point проверяет, что если x не совпадает и y не совпадает, то, значит, объекта не equals. Давайте возьмем Color Point и добавим сюда цвет и решим написать equals. Ну, смотрите, берем, значит, смотрим, совпадает ли наш класс. Если совпадает, мы проверим на x, на y и на цвет. Если ничего не совпало, вернем false, если совпало, вернем true. Правильно ли это реализация? Ну вот, сравним, ну вот так вот можно сравнить. Так что ли? Так мы же, вот, вот же сравнение идет. x сравнивается с x, y с y. Эти обе переменные, они внутри Point. Point делает то же самое. x сравнивает x с x, y с y. Ну, дублирование – это один вопрос. Если не смотреть на дублирование, то что здесь не так? Вот казалось бы, что сложного, да, взять и написать equals, чтобы он подпадал под все критерии. Что там рефлексивность, симметричность, транзитивность. Нет, ну хорошо, нет, супер, а в чем проблема-то будет? Ну, какой пример можно привести, чтобы описать проблему? Вот одна точка может подпадать, она обычно подпадает. Да. Ну и дальше получается, что если обычную точку сравнить с цветной… Ну что с чем надо сравнить? Если обычную точку сравнить с цветной, то они будут equals. Казалось бы, все правильно. Ну, в обычной точке есть x, y. Мы вызываем метод equals. Здесь проверили x, y, но они равны, значит все окей. Посмотрим в другую сторону, да, что если мы возьмем colorpoint и сравним с point, то вот тут у нас получается… Ну, здесь немножко… Здесь немного неправильный код, если написать вот так вот… Ну, то есть мы пытаемся привести это к цветной точке, но не каждая точка является цветной точкой, поэтому у нас это не получится. Ну, можно было бы сделать это… Там, вот тут вот, например, да, здесь написать point… Ну, я не говорю, что это суперкорректный код, да, но… Ну, кстати, да, то есть получается, если сюда придет point, то мы не можем point прикастовать colorpoint. Мы можем сделать это только в обратную сторону. Ну, по логике вещей, цветная должна быть равна обычной, если x и y совпадают, а обычная должна быть равна цветной, тоже если x и y совпадают, вне зависимости от цвета. Ну, можно проверить этот getClass. Смотрите, вот есть тесты, тесты очень легко пишутся. Что вот здесь написано, да? GetClass не равно getClass. Возьмем здесь colorpoint. Сейчас, new colorpoint. Возьмем new point. Ну, и посмотрим, да. Ну, вот, говорят, что colorpoint является классом точки. Ну, давайте поставим наоборот. Ну, и наоборот тоже true. А, в смысле? В этом смысле? Ну, так false. Ну, при этом, в принципе, можно посмотреть, если это вторая точка, это point, и, значит, сравнивать. Ну, то есть можно было бы написать вот так вот, да? Ну, что-то похожее на то, что if, там, o, instance of point, тогда верни вот так вот, super equals. Не, так сюда-то мы зайдем. Не-не, мы вылетим на 23. А, типа будет там true. Ну, вот так вот. Ну, вот, можно было бы написать так. Казалось бы, должно стать уже лучше. Ну, я хочу оговориться, что я не говорю о том, что правильно писать много instance of в коде. Это, скорее, anti-pattern. Но, допустим, можно было бы так, да, делать true. Ну, есть ли теперь с этим какая-то проблема? Ну, то есть после этого, казалось бы, починилась симметричность. Давайте проверим. Есть же тест. Да. Ну, вот получается, что point должна быть равна color point. и симметричность. И симметричность, это когда в обратную сторону все тоже работает. Ну, оказывается, что нет. Да, смотрите, вот здесь вот сказали, что point все еще не равен. Ну, можно усложнить задачу. set true. Очень облегчить. equals color point. Увидеть, что значения отличаются. Тогда что здесь-то не так? Можно даже подебажить. И вот выясняется, что классы не совпали. Ну, то есть эта история про не совсем… То есть этот equals запрещает сравнивать классы в наследовании. Ну, давайте его уберем, да. И оставим все-таки по-нормальному. Ifo instance of point. Тогда вот эта вот вся история. А иначе false. Тогда, если это запустить… Вот, все заработало. Ну, что если у нас будет более сложная ситуация, да, когда у нас есть три точки? Ну, то есть вопрос про транзитивность. Да, что надо сделать? Надо взять одну точку, взять другую точку и взять третью. Будет ли оно так работать? Ну, вот смотрите, вот так вот оно будет работать, да. Мы сравнили первую со второй. У них xy совпали. И все здорово. Сравнили color point с point 1. У них тоже xy совпадет. Все будет нормально. Ну, как выше. Сравним point 1 с point. Тоже все классно. Все совпадет. 1 равно 2. Но если это переписать по-другому. Да, вот так вот. И еще вот так вот сделать. Цвет поменять. То тогда получается, что color point сравнится с point. Здесь будет true. Все классно. xy совпали, xy совпали. На цвет не обращаем внимания. Point сравнится с color point. Здесь тоже xy совпадут. Все окей. А если мы теперь попробуем транзитивно сравнить последнюю точку с первой, то выяснится, что у них разный цвет. И получается, что equals определен неправильно. Ну, то есть это вопрос на такое, на размышление, да, что не всегда легко взять и соблюсти все в Java условия про equals. И, возможно, иногда приходится принимать решение о том, что, ну, не все мы можем сравнить. Ну, то есть, как вот делает, да, как вот был до этого здесь кейс, что если классы явно не совпали, if get class не равно logget class. То есть можно просто взять и явно сказать, ну, слушайте, вот если у меня вот это не один и тот же класс, значит false. Ну да, это правда. То есть надо здесь, ну, формально вот так можно вернуть. А там уже проверится, точка это или не точка. Без разницы будет. Ну, в общем, вот, можно как бы в таких ситуациях либо там запрещать сравнивать разные объекты, либо сравнивать по слоям каждый объект, то есть везде супер вызывать. Но иногда вот бывают такие как бы сложности, что не всегда можно написать equals при наследовании и соблюсти все вот эти условия, которые описаны. Ну, то есть как вот эту ситуацию решить не очень, да, понятно? Потому что, ну, здесь совпало, тут совпало, тут они отличаются. И как понять, что, ну, то есть непонятно, как здесь соблюсти транзитивность. Это все, ну, в общем, это к тому, что надо думать, когда вы пишете equals и когда вы пишете хэш-код, и не забывать о том, что они между собой связаны и друг друга, на друг друга влияют. А когда вы используете не хэш-код, да, а sorted что-то, да, sorted set или sorted map, то там внутри, соответственно, дерево, и для их использования, по-хорошему, вы должны реализовывать интерфейс comparable, чтобы два элемента могли сравниться на дерево. Ну, это все будет дальше еще в лекции про коллекции. Но если про хэш-код, там есть два неявных метода, equals и хэш-код, которые наследуются от обжекта и напрямую юзаются в хэш-мапе и в хэш-сете, то для использования три сета вам нужен интерфейс comparable, и его надо указать явно и явно переопределить метод compareTo. Но compareTo работает так, что если первый элемент меньше второго, то возвращается отрицательное число любое, если равны, то возвращается ноль, и если первый больше, то возвращается число больше, чем ноль. И обычно, ну, раньше, по крайней мере, если вы записывали в три сет что-то, что не являлось comparable, то вылетало исключение. Можно вот даже сейчас попробовать. То есть у вас есть интерфейс sorted set, и у этого sorted set есть реализация в виде три сета, который внутри устроен как красно-черное дерево, то есть сбалансированное двоичное дерево поиска по алгоритму красно-черного. И вот здесь нужно, чтобы… Скорее всего, конечно… Ну вот, смотрите, вот вылетело исключение. Но это вылетело не здесь, а здесь… Что не так-то? А, ну все правильно, просто название кривое. Вылетел класс CastException, потому что класс А, который находится внутри ColorPoint Test, нельзя прикастовать к интерфейсу Comparable. То есть если вы заиспользуете хешмап, то вы можете обнаружить ошибку чуть позже, внезапно, да, что вы поняли, что вы не определили equals хешкод, и у вас что-то не работает, но вы это узнаете поздновато, например, да, что вы уже все работаете, никаких исключений нет, все ок, но что-то не так. А в случае с три сетом, ну, соответственно, sorted set, да, то здесь явно при первом добавлении у вас вылетит исключение, потому что там три сет пытается сделать cast к Comparable. Ну вот если открыть реализацию… Да, и, кстати, еще, если вы не знали, то три сета хешсет используют для себя мапу. То есть нету отдельной реализации для три сета или для хешсета. И вот здесь внутри, соответственно, три сет, кстати, композиция, да, три сет через композицию делегирует всю свою работу три мапу, а три мап, в свою очередь, пытается сравнить элементы. Ну, тут есть compare, и в методе compare он смотрит. Если вы не сказали, как элементы сравнивать… Ну, то есть там еще есть… Можно сделать класс ImplementsComparable, определить compareTo, а можно реализовать класс comparator, который бы умел сравнивать объекты вашего класса. Ну, то есть вот extends comparator от вашего класса. Здесь переопределить метод… Сейчас, видимо, extends Implements… Здесь делать compare, здесь можно вернуть там всегда 0, например, проинициализировать этот sorted set comparator. Сейчас… Вот так вот, да, и теперь у вас исключение не вылетит. Вот, теперь все будет хорошо, потому что, хотя вы не сказали, что эти классы сравнимы, но вы указали, с помощью чего их сравнивать. И это что-то умеет сравнивать именно тот класс, который вам надо сравнить. То есть вот есть три подводных камня. Equals HashCode нужен, когда вы используете HashSet, HashMap. Comparator и Comparable нужен, когда вы используете 3Set или 3Map. И, ну, я думаю, если есть у вас вопросы, давайте вопросы. Если нет вопросов, то, в принципе, про наследование интерфейса. Ну и композицию большая часть слов сказано. Еще будет там дальше, когда перейдем к паттернам проектирования и всему такому остальному. Все, тогда спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...